секундочку всем привет друзья 9 часов утра по московскому времени евгений каташов ftm брокерс давайте посмотрим на зону маржинального обеспечения и посмотрим на объемы николай здесь уже присутствует плюсики вижу спасибо что поправили по иене действительно не поменял на ручном индикаторе маржу на ручном и поэтому у меня вот такая беда вышла ладно смотрим что у нас сейчас скажем так входов не было это хорошо как говорится да у нас поехали ребят значит по еврику среднесрочный long рассчитываем только на покупку пары в данном случае должны рассматривать покупки именно из диапазона выгодных цен четвертинка по котировкам форекс брокеров у нас 115 24 здесь же замечательное точное вливание если посмотреть на то как у нас выглядят объемы ну допустим на текущей неделе значительно ниже это больше мы говорим сейчас про ланге если посмотреть о том как выглядит это последнее движение то как раз таки в этом диапазоне что у нас максимальное скопление объемов у нас все сходится к тому что четвертинка это такой основополагающий момент от которого мы должны покупать будем если пробивать четвертинку будем если уходить ниже объемы ниже этих точных клеваний ребят я не знаю куда дальше пойдет инструмент но по крайней мере о покупках ну нужно будет вот если здесь то скорее всего покупать опасно и продавать нельзя то есть вот это у нас диапазон неопределенности это у нас диапазон покупок в случае ухода ниже это у нас диапазон продаж вот если коротко то по евре кому вот так можем сказать но опять же здесь вот тут еще объемов очень много поэтому не только зона 1 2 то есть вот я думаю даже вот вот это весь диапазон неопределенности мы можем давайте котировки прямо обозначим 1 14 22 1 15 это вот 80 пунктов где в принципе я бы не делал ничего а до этого момента пока потихонечку покупаем приходим далее фунт против американского доллара ребят вчера мы не протестировали четвертинку половинку сейчас ждать откат опять же если мы придем к этим откатом то мы с вами видим насколько выше наших положений будут точные вливания это опять же будет препятствовать тому чтобы мы полноценно работали на покупку объемы текущей недели а вот где находится то есть сейчас вроде бы да мы находимся выше объемчиков да тут вот они точные вливания то есть сейчас мы можем рассчитывать на какой-то рост но входить в такой рост мы не имеем права почему-то потому что вот они наши первые тейки а вот сюда только ставить стоп работать вот с таким соотношением согласитесь это самоубийство пускай вам 10 раз повезет потом два три раза не повезет вы потеряете гораздо больше чем вам повезло до этого поэтому нам вроде бы нужно ждать откат а здесь покупать уже куда вот сюда вот сюда куда некуда покупать поэтому по фунту очень все опасно очень все плохо я бы лучше ждал ход выше полноценный откат и здесь уже работаем либо уже давайте нам закреп ниже зона 1 2 чтобы имели какие-то сигналы на продажу данного инструмента пока фунта пропускаем австралийский доллар против американского доллара очень опасные покупки которые можно было осуществлять сегодня рано утром почему они опасны да потому что вот здесь у нас замечательный тест золотой здесь у нас точно выливания это покупки были как раз таки в объем это то что препятствует в основном в ходу сделку но у нас здесь и снизу вон какие были объемы здесь же были огромные объемы если мы сейчас посмотрим выделенный диапазон топ я контракт нажал контракт снизу давайте недельку посмотрим обязательно как баланс ну вот он баланс недели мы находимся выше понятно что в большей степени мы должны были рассчитывать на покупку но исходя вот из этих сигналов либо а вообще не покупать либо б делать это совсем совсем коротеньким маленьким объемом сейчас цели по австралу 07 244 это следующая цель приблизительно опять же у нас сейчас очень много инструментов которые нам дают сбои непосредственно по определению целевых значений по зонам маржинального обеспечения ищем именно диапазон точки входа как диапазон между зоной 1 2 1 4 здесь замечательный тест был у нас четвертинки и в принципе почему бы не поработать от баланса недели это как раз таки вот четвертинки на покупку пара новозеландский доллар против американского доллара здесь неплохо смотрится покупки недостаток только один у нас ребят это уровень депо который по моему пока находится выше вот мы сейчас его тестируем обратите внимание как свечечка свечечку бьется да там 15 минутки 30 минутки то есть я всегда говорю что если уровень депо к выше то но опасно входить я не говорю о том что мы не пробьем его я говорю что это опасно почему да потому что вот так может быть и очень долго и мы можем отсюда уйти отсюда поэтому для того чтобы полноценно купить эту пару нужно дождаться ухода сюда откат поход наверх take стоп куда-то прятать уже покороче потому что но это достаточно далекий стоп будет для такого входа второй вариант поработать вот эту ситуацию смотрим да то есть есть еще возможность того что мы куда-то сюда упадем здесь уже искать паттерн здесь ждать перетекание уровня депо к входе сделку на покупку сейчас же мы посмотрим еще с вами объемы где у нас баланс недели здесь же он да то есть я говорю о том что среднесрочный long но в рамках этого среднесрочного ланга хорошо было бы дождаться чуть более глубокой внутри дневной шартовой коррекции здесь найти потенциальный паттерн на разворот точное вливание все наши замечательные моменты перетекания депо к и поход наверх но можем не прийти вниз то конечно можно можно при сейчас уйти наверх но вот вот здесь достаточно опасно и крем еще выше и депо к выше много недостатка поэтому давайте ждать ситуация пока ланговая мы с вами обозначаем сейчас диапазоны баланса недели конкретные точные вливания которые помогают нам акцентировать наше внимание на тех местах где нам выгодно входить сделку потому что тут были интересные моменты связанные с борьбой опять же вот многие не понимают ну и что эти точные вливания ведь большей степени а были на продажу да ребят скорее всего эти моменты были на продажу что было у нас потом инструмент сюда подходит этот почему здесь то и объемы здесь идет шла борьба 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 не сказать что они прям точными вливаниями долбили крупными какими-то то есть планомерно продавили вот этого чудика инструмент ушел наверх те кто продавили этого чудика который вот здесь находились в покупках правильно что они будут делать если инструмент подойдет сюда но это логично правильно то есть чаще происходит гораздо так статистика не статистика как угодно оценивайте это но это именно происходит гораздо чаще поэтому мы даже вот на этот диапазон обращаем внимание как на диапазон для поиска точки входа далее доллар против иены тот самый момент по которому чуть было не было как говорится но но сразу же была куча вопросов а что же делать у нас тут и прибыльные игроки есть и стопы ребят смена тенденции произошла по иене мы ждем коррекционный откат на сбор этих прибыльных игроков на сбор этих стопов и из диапазона 108 22 1866 будем искать точку входа на продажу что делать сочными вливаниями давайте же мягким мы сейчас наверное экспертный режим пускай нам покажут что-то на вот этом падении так ничего сверх крутого нет вот момент интересный смотрите да смотрите вот на эту ситуацию продавили продавили вот эти вливания если мы посмотрим сейчас с вами на то как выглядит у нас вот это падение здесь мы с вами ох объемы сверху блин все красиво да ребят продавать но вот повыше вот куда-то вот сюда прийти так смотрите 108 14 108 30 давайте глянем все-таки другой терминал что у нас здесь 108 14 108 30 меня сейчас интересует толпа именно толпа мы не смотрим ее в этих обзорах так 108 14 ладно 108 30 верхняя граница 108 14 нам нужно посмотреть что же там у толпы то происходит в этом узеньком диапазончике так значит первые стопы самые опасные да вот они здесь же идут прибыльные игроки вот смотрите это прибыльные игроки которые здесь продавали 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 вот они большинство из этих участников рынка не оставили свои стопы здесь а начинает эти стопы прятать вот сюда то есть может произойти такая ситуация инструмент уходит наверх начинает собирать вот эти стопы часть прибыльных игроков исчезает остальная часть этих игроков видя что инструмент начинает разворачиваться либо должны исчезнуть эти стопы и вот эти прибыльные игроки то есть самостоятельно выход из позиции будет иссуществлен как мы это дело сможем отследить если будем анализировать данный ратиус а выход из продаж у нас вот здесь появится вот такая вот фига понимаете то есть у нас будет рост инструмента и вот такой вот выход из продаж и это будет однонаправленное движение которое поможет нам зайти в сделочку на продажу я не говорю о том что прям полноценно продавать вот из этого диапазона 108 14 108 30 но неплохо смотрится и вот эти объем чеки короче паттерн точное вливание ищем здесь ребята продаем продаем был неправ признаю признаю но в этом и хорошо что мы общаемся но по крайней мере у нас общая ситуация выровнялась теперь по баксу да то есть у нас здесь ослабление бакса было здесь ослабление бакса здесь ослабление было здесь ослабление бакса было а вот йена показывала нам укрепление бакса это единственный инструмент был давал поэтому это хорошо что у нас произошел разворот замечательно доллар канада среднесрочный шорт давайте работать давайте посмотрим где у нас зоны маржинального обеспечения у нас вчерашние цели первые мы достигли безоткат надо сейчас четвертиночку тестируем и вот эти точечные вливания ну довольно прикольные такие согласитесь так стоп не то взял довольно прикольные такие точечные вливания мы находимся в них но опять же если анализировать данные шарка то вот тут очень много стопов то есть самым прикольным моментом короче варианта 2 ребят либо вот он шорт либо вот отсюда уменьшенным объемом тоже шорт почему уменьшенном объем потому что вот ребята почему отсюда да потому что вот здесь тоже было немало ребят здесь объемы здесь зона 1 2 вот эта сделка довольно опасно стоп по ней ставить за эти максимум потому что у толпы там стоят стопы знаете такая ситуация по которой хочется поработать сеточкой то есть небольшим объемом жмякнуть здесь небольшим объемчиком да затем ждать роста инструмента сюда и жмякнуть объем здесь да так чтобы вот такой какой-то общий стоп был общий ваш риск ну допустим один процент вот если вы сможете это дело рассчитать easy ордер в помощь кстати ребят если вы сможете это дело рассчитать то вот это неплохой момент вот с таким стопом прибыли потенциальные немного да вы должны понимать что если мы по первой сделочки зайдем сейчас где-то здесь жмякнем 1 ты где-то здесь 2 ты-то дай бог один к одному то отработать вот прям по этой сделке но если мы все-таки придем вот сюда то вот эти теки уже будут ну достаточно интересно 121 к 3 суммарно там где-то 12 сделочку можно будет вытянуть поэтому вот когда есть такие моменты вроде бы общая тенденция вниз до продаем вроде бы пару да вроде бы находимся в диапазоне но есть вот эти непонятные ограничения с объемами тогда можно потихонечку объективно поработать именно сеточкой небольшой с каким-то общим стопом не в попытках прям много заработать ну а в попытках ну вот пускай она чуть-чуть будет но чуть-чуть это же это же больше чем 0 правильно поэтому пускай этот чуть-чуть нам каким-то образом даст все-таки по заработать то есть вот эта идея мне нравится поработать сеткой именно я говорил что у меня будет один счет сеточный сейчас вот жду деньги чтобы на него завели и вот как раз вот таким образом я бы эту сеточку расставлял да то есть вот собирать вот отсюда вот эти моменты вот с таким стопиком в попытках прийти куда-то вот сюда прикольно давайте так поработаем доллар швейцарец среднесрочный шорт диапазон выгодных цен у нас сейчас находится по следующим котировкам это 97 66 98 15 это диапазон не будем искать точку входа на продажу первый тег 97 15 ну поставьте дальний тег 96 61 ничего такого здесь явного нет зонами беда смотрим объем недели выше текущего положения пары можно весь вот этот прямоугольник сейчас взять куда-нибудь вот сюда вот так вот перетащить то есть это у нас теперь такой диапазон сопротивле до сопротивление с точки зрения объемов обратите внимание совпадает он золотой 1 2 и совпадает вот здесь золотая четвертиночка то есть опять же вот сеточку да вот почему я я не говорю что так нужно работать ребят я вам рассказываю как я буду вести свой один короткий счет все сетка это не значит что вот я строю строю сетку с бесконечным стопом пока там мы не выйдем в какой-то плюс то есть это будет именно сетка по которой вот здесь я поставил допустим на четвертиночку золотую лимит очку да в надежде на то что вот этот диапазончик у нас сам по объемчиком здесь совпадение идет плюс золотая 4 . здесь и правильно вот сюда можно поставить и вот сюда поставить с общим стопиком за вот этот максимум причем опять же так что ну допустим вы допустим ваш риск в сделку 100 долларов да вот вы можете здесь войти так чтобы ну каким объем там допустим не будем сейчас рассчитывать там допустим 01 объем да так чтобы он вот здесь вам дал убыток он пускай там типа 60 долларов да а если вот это сделать которую сюда вошли ну пускай убыток у вас будет там 30 долларов до суммарно меньше 100 нормально то есть тем же объемом либо вы можете допустим здесь зайти меньшим объемом здесь чуть побольше объемом но так чтобы допустим вот это дальняя вам давала убыток 50 это ближняя тоже 50 суммарно это все равно там один процент от вашего депозита вот такая сеточка когда непонятно куда ставить стоп когда вот вроде бы здесь что-то сейчас вот вот жмякнуть а куда стопик а некуда да и вот таким образом можно потихонечку набирать именно позиции так как в набор позиции в рамках общей идеи но до момента потенциального слома этой идеи поэтому таким образом я бы наверное и по второму инструменту поработал доллар канада доллар швейцарец поищите какие-то свои моменты которые вам помогут выбрать какой-то из этих инструмент не нужно влазить и туда и туда они абсолютно одинаковые идет на понижение бакса мы сейчас работаем на понижение бакса на фига нам распыляться на два инструмента и там и там потихонечку работаем да конечно будет обидно если там на одном все-таки все стопы выбито на другом вроде бы не выбило но именно поэтому говорю встав включайте сюда какие-то дополнительные фильтры не знаю данные толпы опционы кто-то смотрит не знаю там свечные всякие вот эту фигню то конечно смотреть не нужно но тем не менее вот что-то объективное включайте выберите один инструментов вот доллар канадец доллар швейцарец мне очень нравится как по этим инструментом можно поработать в набор позиции здесь по золоту да но у меня явнее рынка я вам говорю в этом диапазоне вне рынка вот он у нас идет такая вот ну маржинальный флэт многие ребята здесь ходили здесь у нас экспертный режим стоит вот хорошая защита последних вливаний точных было да ну и сейчас обратите внимание куда мы пришли мы пришли в то место где мы рекомендовали выходить из позиции вот на этом росте вот здесь нужно было выходить из позиции поэтому ну и сейчас то есть также я бы сказал те кто зашли в сделку все-таки вчера допустим там на 1 2 зашли частично закрывать и что будем ждать ну здесь все просто уход выше на откате работаем вверх либо уход ниже на откате работаем из все без вариантов ничего здесь сочинять не будем и на ой и на нефть 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 но вот нефть это тоже один из инструментов по которому я скорее всего вообще всегда буду работать только сеткой вот это такие вот мои маленькие фишки плюшки почему потому что я ненавижу отработку паттернов по нефти постоянно где-то кто-то что-то ляпнет там одной шпилечкой одной одним пунктиком забирают эти стопы и уходим в я как здесь опасно было вот тоже был паттерн то у нас да вот она была точка входа но согласитесь такой вот прям ну как бы грубо опять же это не звучалось но жесткий жим-жим здесь был да ай-яй-яй если стопик вот сюда поставить то есть вот в таких ситуациях нужно там конечно выбирает нам диапазон смотреть там объемы про торговки где-то прятать стопик общий за такие там объемчики было здесь что-то не было я не знаю но именно непонятки в определениях куда же выбьет не выбьет дают возможность поработать с каким-то общем далеким стопиком суммарным там один процент до в попытках там заработать тоже один там два процента к депозиту это неплохо это это много очень в одной сделке это для тех кто понимает что же у нас действительно происходит то на рынке они пытаются там по 10 процентов в неделю зарабатывать в принципе все дальше пошел дальше разглядывать уже ничего и нету так вопросов как таковых смотрю нету все здесь все на месте сетками давайте поработаем сейчас вот по объемчик а мне нравится посмотреть поработать сеточками давайте на этом будем заканчивать спасибо всем кто приходит на прямые эфиры живы здоровы и замечательно пишет андрей да давайте будем потихонечку заканчивать ну встречаемся завтра в это же самое время всем удачи всем пока пока